Рябков Рябков отметил, что Россия неоднократно отвечала США как в плане расширения своих списков, в которые включены наиболее антироссийские настроенные американские политические, общественные и другие деятели, так и с точки зрения конкретных мер разного свойства. В качестве примера замглавы МИД привел решение об ограничении численности американского персонала, работающего в ДИП-учреждениях США в России. Кроме того, он напомнил, что Москва ранее приостановила действие трех соглашений с Вашингтоном в ядерной сфере. «Белый дом был уведомлен о том, что это сделано в ответ на недружественную политику, которую проводила предыдущая администрация по отношению к России. У нас уже был задействован целый ряд средств и способов материальной, нериторической реакции на такие шаги. И в нашем арсенале подобного рода мира остаются. Но их возможное применение – предмет отдельного политического решения. Оно, если и будет приниматься, то по всей совокупности обстоятельств». Напоминаем, что Минфин США опубликовал так называемый «Кремлевский доклад» на прошлой неделе. В список попало почти все российское руководство и крупные предприниматели – всего 210 человек. Этот документ не подразумевает автоматического введения санкций, но допускает такие шаги в будущем. Продолжение следует...